Приветствую вас. Ну, я думаю, что начать вам в любом случае нужно с того, чтобы взять на себя личную ответственность за то, что в вашей жизни сейчас происходит. То есть, что я имею ввиду. Во-первых, взять личную ответственность за то, что вы курите и выпиваете. Я личную ответственность за то, что вам тяжело от того, что вас, как вы говорите, не любят и не ценят. То есть, получается так, что вы себя сами не любите и цените. То есть, дело в том, как относиться к вам. Дело в том, как к себе относитесь вы, если вы сами к себе относитесь не очень хорошо. Если вы к себе сами относитесь не очень, то как будут любить и ценить вас другие люди? Ну, на мой взгляд, не очень, не очень этот момент понятен. По крайней мере, вот мне. То есть, если вы по какой-то причине не цените сами себя, вот, то почему вас должны ценить другие? То есть, в начале нужно взять личную ответственность за то, что происходит. После этого желательно принять себя полностью. Потому что сейчас вы принимаете себя очень условно. Дальше. Значит, так, я очень устал от данной жизни. Смотрите, Амбрей. Необходимо, чтобы вы определили для себя, от чего конкретно вы устали. Вот именно конкретно, от чего вы устали. Потому что так непонятно, от чего именно вы устали. Так, мне 27 лет, а знакомство с моей супругой 15 лет, вместе 10 лет. То есть, вы знаете друг друга, по сути, с детства. Были просто друзьями, потом начали встречаться, я её не любил, просто секс. И время провожания. Потом она забеременела, я был в точке мюн, и она сделала аборт. Я хотел расстаться, мне стало её жаль. К тому же, в том промежутке у неё убили отца. Скажем так, она не из хорошей семьи, и как-то жалко было её бросать. Ну, вот какие-то основания для того, чтобы вы её жалели, у вас очевидно есть. То есть, жалость, это вот желание оградиться от человека, потому что жалость, она выстраивает, так скажем, барьеры. Определённая. Между людьми. Дальше. Так. Спустя один-два года, она снова забеременела, я был готов её принять, сказал, чтобы она родила. И, конечно же, она родила недоносенную девочку, 6 месяцев и 15-16 дней. У ребенка не открыл клёвки, были внутренние кровоизоляции головного мозга, вмещался нейрохирург, сейчас Валентине 6 лет, она уже не отстала. Было 12 приступов апеллепсии, начали препарат, прекратил приступы, и уже полтора года, плюс их нет. Настала ссора из-за бытовой жизни, из-за чего конкретно. Я услышал зьють, она вообще не хотела рожать, причем я теперь только понял. Она сидела дома за ПК, курила-закурила, немала, не гуляла, толком не ела витамины. Почему? Я работал очень много, если доползал до койки, почему много работала? Сейчас я довольно часто выпиваю, очень много курю, из-за того, что видишь, что она любит, например, так, а вы к себе сами как относитесь? Ребенок инвалидный, я ее сильно люблю, выпиваю, чтобы успокоить себя, успокоить себя от чего-то. Сейчас вы не принимаете своего ребёнка за конца, или как. Ну вот, она пилит меня этим, ну, ей не нравится, что вы курите, опять. А видит только себя, впервые за 10 лет она пошла, ну, вы же ее не видели, когда работало очень много. А, значит, впервые за 10 лет она пошла на работу, теперь утрет только она, а я железный. Я не очень понимаю, что вы имеете ввиду здесь. Я с работы прихожаю на охотную работу, я сижу, что моя дочка должна быть по-другому. Она приходит с работы, спит от двух, потом встает и едет на работу, она не знает, чтобы готовить на ужин или обед. Она должна? Я об этом думаю. Вы считаете это ненормально? Вещи мои, как попало, как попало, вечно, так, разве не вы сами отвечаете за свои вещи. В доме не убирают толк. А вы? Я не могу изложить диалоги, все проблемы, просто я так больше не могу. Мне сказали близкие личности, если я не изменю что-то до 30 лет, то моя жизнь, то моя жизнь можно отправить на свалку. Что мне делать? Что делать, чтобы что, Андрей? Так что, ну, надо напираться вот с теми вещами, на которые я укладывал до начала хотя бы. А там дальше уже будет видно, в какую сторону вы хотите двигаться и что вы хотите делать. Вот. Возможно, имеет смысл вам супруга и хотя бы на бизнес на сайте обратиться за консультацией. Вот. Все это собрать как следует. И после этого уже будет понятно, что делать дальше. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом.